very very interesting places so does hi как ты графин или как птица называется граф это не граф не получилось видео доброе утро дорогие друзья доброе утро второго дня в египте древнейшей цивилизации на планете а мы отправляемся в один из самых значимых исторических городов египта под названием люксор поехали итак давайте разбираться история египта уходит вглубь четвертого тысячелетия до нашей эры и начинается с образования номов так называемых первых общин в долине реки нил 2640 год начала древнего царства 2040 год основание среднего царства 1551 год начала нового царства в 332 году до нашей эры александр македонский завоевал египет а в 30 году до нашей эры египет аннексирован рим современный город люксор расположен на месте древних фиф столицы древнего египта в период среднего и нового царств и оттого имеет славу крупнейшего музея под открытым небом который естественно входит в список всемирного наследия юнеско фивы были основаны около 3 тысяч двухсотого года до нашей эры резиденции фараонов и столицы всего египта этот город стал в эпоху 11 династии это около 2021 века до нашей эры и оставался таковой большую часть периода наивысшего могущества египта арабское же название люксор получил от арабского слова эль уксур что переводится как дворцы это место выбрал для своего будущего погребения фараон тут нас первый из 18 династии надеясь что скрытые от постороннего взгляда гробницы запрятаны в скалах лучше защищена от расхитителей чем открытые всем взором пирамиды его преемников все гробницы были построены по схожему плану в известняковой скале проделывали наклонный коридор длиной до 200 метров круто уходящий вниз на глубину до 100 метров и оканчивающиеся тремя или четырьмя комнаты сены и потолки коридоров и комнат покрывают не потерявшие до наших дней своей яркости цветные рисунки рассказывающие о жизни и подвигах покойных погребальной камере вели секретные падающие двери главный вход маскировался земляными холмами и насыпами все гробницы оказались разграбленными еще в древности лишь гробница тутанхамона была обнаружена английским археологом горвардом картером в 1922 году в полной сохранности сначала нового царства в эпоху 18 династии для города начинается период наивысшего подъема фивы стали политическим и религиозным центром великой державы начинается вот этот комитет первая 2 ещё 1 2 5 Esto 6 6 7 7 17 28 31 Продолжение следует... Добавляем лимбестон Добавляем лимбестон Добавляем лимбестон Видите лимбестон? Вау! Омай гаааа Добавляем лимбестон Друзья, а мы находимся в самом долгожданном личном мною храме царицы, но фараонша Хаджипсут. Эта женщина вошла в историю благодаря своей деятельности, своей культурной, просветительской деятельности, которая позволила ей войти на века в историю Египта. И оставить свой след. Храм Хаджипсут еще один заупокоенный храм фараона 18 династии, возведенный в начале 15 века до нашей эры. Святилище вырублено прямо в скалах. Имеются три террасы, расположенные на разных уровнях и соединенные панусами. На этих террасах раньше располагались растения, деревья и пруды. Этот храм является шедевром древнеегипетской архитектуры. Именно жрецы способствовали усилению власти женщины-фараона Хаджипсут, формально остававшейся регеншей при пасынке Тутнасе III. Для более чем 20-летнего правления восстанавливали старые храмы, возводились новые, посвященные богу Амону. Но повзрослевший Тутнас III посчитал правильным уничтожить наследие своей регенши. Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Мы находимся на... Как это? Прямой репортаж? Что это называется? Онлайн-разляция! Мы находимся в прекраснейшем, обладеннейшем, уникальнейшем... Уникальнейшем! Уникальнейшем Уникальнейшем Рамзеса III был построен в 1185 году до н.э. В эпоху Нового Царства зародилось понятие заупокойного храма, как отдельного поминального комплекса, не входящего в соса в гробнице. Благодаря этому фараоны получали возможность полностью воплотить и увековечить в них свое могущество. Заупокойный храм Рамзеса III в Медене-Дабу – яркий и хорошо сохранившийся образец поминального храма царей Нового Царства. На стене барельефы храма Рамзеса III изображают выдающееся достижение покойного фараона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Татуи фараона Амменхотепа III, который надевают колосами Мемнана, приветствуют каждого путешественника на границе зеленых пшеничных полей и безжизненных песков в пустыне. Две сидящие фигуры высотой 18 метров охраняли некогда вход в несуществующий сегодня гигантский посмертный храм Амменхотепа III, который был построен в 1400 году до н.э. Вот такой у нас абэд, входящий в Тюр. С видом на Нил. Суп, пробуем супчик. Суп! Как будто дошираченная приправа. Следующее. Салат. Салат. Забравка вкусная. Жареный что-то. Сейчас узнаем, что. Типа кабачок. Следующее блюдо. Райс. Рис. Вот такой. С какими-то непонятно чем. А я селуху. Молодец. Да. Обычный рис. Нормально. Пойдет. Так, дальше идем. Это как это называется? Это кофта. 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 Какая египетская кофта. Это какая-то баранина явная. Я не люблю такую. Не, не. Без понятия, что они. Хумус с каким-то тахинем. Ну, прикольно. Прикольно. Так, нас сейчас тут записываем рекламу нашему агентству. Поэтому, ребята, подождите. Запишем рекламу. Так, это секретный риад. Три боги, которые были в этой великой эгипетской импире. Но, в то же время, они имеют более тысячи богов. Один для проживания, здоровья, счастья, здоровья, защищения, романс, танцы, музыка. Окей? Для всех, которые имеют богов. Окей? Вы можете выбрать. Что вы хотите от этих богов, но в зависимости от Амурра или Амуррей. Окей? Карнахский храм, в переводе с древнеегипетского, наиболее избранное место. Крупнейший храмовый комплект древнего Египта. Главное государственное святилище нового царства. Построен около 20 века до нашей эры. Ансамбль включает храмы, посвященные Фиванской триаде. Фиванская триада – это три самых почитаемых бога древнеегипетского города Фивы. Амон, его супруга Муд и их сын Хансу. Эти боги выступали в качестве главных объектов для поклонения в массивном храмовом комплексе Карнах. В гипостильный зал или центральную колоннаду храма попадали лишь избранные, высокие должностные лица, военачальники и лепестцы. Лишь ученым из свиты Наполеона удалось вновь пробудить Фивы ото сна. Именно тогда зародилась египтология и познавательный туризм в Египет. У священного озера в честь восходящего солнца Хепри установлена гранитная статуя жука-скоробея. В египетской мифологии Скоробей почитался как священное насекомое богов солнца и считался символом созидательной силы солнца возрождения в заградочном храме. Они хлопают Веронике за то, что она прошла. Ну, собственно, это такое обстоятельство совершенно внезапное. Ребят, я не знаю, что мне пытается сказать вселенная, но то, что наши билеты эконом-класса из люксора в Каир каким-то внезапным образом превратились в бизнес-класс, и причем я вам показываю распечатку, где у нас написано «эконом». Он говорит, я не знаю, что случилось, вот у вас бизнес. А мы попытались поменять время на более ранее, чтобы лететь пораньше. Но каким-то великолепным образом мы поедем в наше время, но в бизнес-классе. Привет. Привет? Да. Ну, собственно... Вот, собственно, это вы представляете? Это вот, что ли, вот так? Это так можно было, что-то получается? Да. Субтитры создавал DimaTorzok